На Ямале начинается большая дорожная стройка. Прокладывать новые и ремонтировать старые автомагистрали будут во всех уголках региона. Самые ожидаемые события этого года – открытие моста через реку Пур и начало движения по участку Надым-Салихард. Продолжится работа на трассе Надым-Ноябрьск и самом напряженном ее отрезке Новую Ренгой-Карачаево. В целом подрядчики приступают к реконструкции и строительству 400 километров автотрасс. Недаром 2020-й в ходе ежегодного доклада губернатор Дмитрий Артюхов объявил в регионе годом дорог. Продолжение темы в сюжете. На основном ходе 7 опор, на восьмом съезде 6 опор, на седьмом съезде 6 опор и соответственно металлическое пролетное строение. Оглашая окрестность звуками монотонных ударов, своебойная машина погружает металлические столбы в мерзлую землю вглубь на 10-12 метров. Рабочие возводят опоры для многоуровневой транспортной развязки, которая должна появиться на пересечении улиц Магистральной и Крайней. Людей техника трудится в две смены в круглосуточном режиме. Несколько съездов, путепровод, возводимая конструкция намного сложнее, чем привычный нам виадук. Да и задача у неё помасштабнее. Развязка, которая протянется над железной дорогой, не только разгрузит городские транспортные артерии. Она обеспечит беспрепятственный проезд поездов, которые снабжают необходимыми грузами другую стройку – северный широтный ход. Данная развязка получается очень хорошо разгрузить город. Соответственно, будет меньше пробок, заторов. На сегодняшний день мы выполняем временные объезды, как это видели по улице Крайняя, для того, чтобы обеспечить производство работ на первой и второй опоре основного хода путепровода. В начале лета для производства следующих опор организуют ещё один объезд. Однако временные неудобства будут компенсированы с лихвой, когда откроют развязку. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвёртый квартал 2021-го. В этом году практически утроится объём работ на главной ямальской трассе – от Надыма до Ноябрьска. В приоритете самый напряжённый её участок – Новый Ренгой-Карачаево. В прошлом году было сделано 34 километра. Мы начали работы по реконструкции самого напряжённого участка от Нового Ренгой до Карачаева, на который чаще всего жалуются люди. Этим летом запланирован ремонт более 100 километров дороги. Это в три раза больше, чем годом ранее. Частично движение придётся перекрывать, делать его реверсивным. Очевидно, что в сезон отпусков многие будут этим недовольны. Но прошу, конечно, отнестись с пониманием. Синим обозначена дорога такая, как она существует на сегодняшний день. Красным обозначены все спрямления. Если их увеличить, то мы увидим. Их очень много. Убираются самые опасные повороты, убираются крутые повороты, которые создают трудности водителям. Несмотря на морозы, работы на трассе Нового Ренгой-Карачаева идут круглосуточно. Дорожники ведут отсыпку земляного полотна, спрямляя самые крутые виражи, которые не раз становились причиной аварии. Таких опасных поворотов больше десяти. И все они должны исчезнуть после реконструкции. Там, где отсыпку уже произвели, начали строить новые мосты. Сегодня подрядчик компания Уренгой-Дорстрой обновляет парк техники и запасает материалы, готовясь к летней страде. Для дорожников лето обещает быть действительно жарким. Мы хотим за зимний период максимум выполнить всех земляных и подготовительных работ, чтобы в летний период уже выйти только к дорожной одежде. То есть это замена старого асфальтобетона на новое покрытие. И также приведение дороги в порядок. Это обочины, устройство и укрепление откосов и обстановка дороги. Установка барьерного ограждения, установка дорожных знаков. В течение прошлого года было реконструировано 7 километров Карачаевской трассы. В этом предстоит обновить 30 километров пути. По условиям контракта подрядчику необходимо управиться с объемом до конца года. Но все сезонные работы дорожники обещают выполнить уже в сентябре. В 2020-м должно наконец открыться сквозное движение по дороге на Дымс-Алихард. На ключевой для региона трассе осталось завершить строительство двух последних участков. В прошлом году наши дорожники построили 78 километров. План на этот год сделать еще чуть более 70. И произойдет действительно историческое для Ямала событие. Запад и восток нашего региона наконец-то соединятся. Глава региона обещает повторить свою прошлогоднюю поездку за рулем, чтобы лично оценить качество работ. В год дорог оно должно быть на высоте. Наталья Худяева, Людмила Завгородняя, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».